Как проходил собственно сам субботник в репортаже Виктории Терентьевой. Десятки подводных охотников открывают сезон. 15-минутное облачение в гидрокостюм и спортсмены готовы очищать русло реки Лелупе. Жены и дети не теряют времени даром. Собирают мусор вдоль линии берега. В котелке тем временем закипает венгерский суп с говядиной. А три самых успешных ныряльщика получат звание крабового клыка. Под водой много разных предметов совсем невообразимых. Люди приезжают, выбрасывают. Часто на лед что-то выставляют, потом тает и под водой находятся. А что было самое такое необычное, что нашли? Ну, очень-очень разные предметы там. Кто-то догадается ванну вытащить, чугун и ванну. Колеса, бытовая техника. Все, что лень куда-то вывезти, проще сюда выкинуть. Латвийская федерация подводного спорта очищает водоемы страны весной и осенью. Уже 21 год. Тем временем в полусотне километров от Юрмала кипят отделенительные работы. В Сосновый лес приехали и воспитанники Огрского техникума. В субботу в Волойне посадили 15 тысяч маленьких сосен. Через 100 лет они станут вот такими вот деревьями. Я специально учел количество людей и количество саженцев. Каждой паре нужно было посадить 468 маленьких сосен. Девятилетний Томас работал лучше всех и получил звание самого усердного участника субботника в лесу. Застаем его у костра среди других уставших, но довольных добровольцев. Берешь лопату, вгоняешь ее в землю. Берешь сосну и сажаешь ее. Немного ногой нужно притоптать, чтобы воздух к корням не попал. Виктория Терентьева, Игорь Жепицкий, Слатвийское телевидение.